Так, ну я думаю как раз можно начинать, тут все видно, тут все слышно, да, тоже все слышно, так, собственно где презентация, да, седьмая лекция, сегодня поговорим собственно про то, чем пользуются взрослые дяденьки в описании приложений под Android, потому что понятно, что никто там руками JSON на самом деле в реальной жизни не разбирает и в сеть тоже ходит по-особому. Вот одну из библиотек, которая активно применяется в Android разработке, мы с вами, значит, по воле Google уже рассмотрели, это карутины были, да, потому что обычно мы начинали весь рассказ с асингтасков и прочего, но асингтаски радостно задеприкейтили, поэтому сейчас разговор про Android начинается с карутин, и вот сейчас уже от карутин перейдем к тому, что, собственно, поверх них строится. Сегодня поговорим в основном о сетевых взаимодействиях, да, о том, что применяется, чтобы ходить в сеть, и на следующей лекции через неделю поговорим о хранилищах, о том, как локально хранить данные. Вот, но сначала вернемся немного назад и поговорим о том, как не нужно было делать домашнее задание про сеть, потому что я видел там много ошибок, наверное, то ли потому, что я плохо объяснил что-то про сколпы, то ли просто от природной лени студентов, но, в общем, довольно часто я видел следующее, то есть карутина запускалась просто в Global Scope, да, ну или не именно использовался Global Scope, я вообще говоря, он даже выдает нам предупреждение компиляции о том, что вообще-то, ну, вам нужно подумать перед тем, как использовать этот IP, да, называется Delicate API, вот, но помимо Global Scope еще встречались случаи, когда сколп создавали просто там где-то в воздухе на топ-левеле, или никогда его не закрывали, или еще где-нибудь, и, в общем, в чем проблема с таким подходом, да. Тут мы говорим про Global Scope, который, ну, вот этот лонж, я его не дописал, он был либо там в onCreate Activity, либо onResume, либо еще где-нибудь. Вот, в чем проблема? Да, мы помним, что с тредами, если мы создадим тред, то нам его нужно где-то остановить. С карутиной примерно то же самое, да, потому что вот карутина, запущенная таким образом через Global Scope Launch, она выполняется, пока она не закончится, и так как выполняться она может долго, ну, например, если у нас там медленный интернет, то есть вероятность, что она переживет onDeploy, да, то есть Activity уже повернулась, или пользователь из нее вышел, а карутина еще там что-то ждет какого-то ответа из сети. Вот, соответственно, если вы ее пишете, такую карутину, внутри именно Activity в лямбде, то, скорее всего, у нее есть ссылка на Activity, ну, если вы там результат присваите куда-то в текстовое поле, вы ссылку на Activity закапчурили, неявно, да, ну, либо она просто выполняет работу, когда та уже не нужна, зачем нам что-то загружать из сети, если у нас пользователь уже вышел с Activity. Вот, в итоге это все приводит к тому, что у нас утекает либо память, либо ресурсы. То есть в случае, если у нас осталась ссылка на Activity, мы просто сохраняем ссылку на Activity после onDeploy, и Garbage Collector не может ее собрать, ну, это утечка памяти. Либо ресурсы, ну, мы просто там висим в открытом Network Socket, хотя вообще, как говоря, могли уже забить на него. Вот, из этого стоит сидеть... Да. Вопросик, а вот смотрите, а если вот, допустим, вот такая ситуация, и внутри мы делаем без контекст и передаем какой-то другой контекст, например, ну, не знаю, там, Dispatcher Сайо, например, то когда мы помираем, то контекст не будет так же помирать, но если бы мы делали через Lifecycle, то там бы он помирал, да? Да, здесь важно провести разграничение между контекстом и скоупом. Ну, там оно все немного, конечно, замешано в самой арахе библиотеки, потому что, да, и, по-моему, скоуп тоже является элементом контекста, ну, с точки зрения типов. Ну, а на практике это штуки, которые отвечают за разные вещи с скоупом, он отвечает именно за время жизни. Корутина. Когда ее, там, отменять? А диспатчер, вот, если мы говорим про диспатчера, он отвечает за то, на каком трейде ее выполнять. При этом про жизнь и цикл он, ну, думать не обязан. Вот, просто так вышло, что и то, и другое, это элементы контекста, а контекст вообще такая богатая штука, там может быть, например, имя Корутина, там может быть какая-то дебаг информация. То есть просто контекст — это что-то ассоциированное с Корутиной, а конкретно скоуп отвечает за ее жизненный цикл. Конкретно диспатчер отвечает за то, на каком потоке она исполняется. А вот смотрите, то есть получается, вот, как бы, грубо говоря, ну, как бы хотелось, да, что, допустим, если активити умирает, да, то вот эта работа, которую, допустим, делал в диспатчере, а не потоке, она прекратилась. Вот. И, соответственно, надо, чтобы как-то давать эту информацию. И вот вопрос, допустим, если вот использовать лайфсайкл внутри лайфсайкла без контекста с каким-то вот этим диспатчером. Вот диспатчер, когда мы умрем, он поймет, что ему надо завершить работу с каждым днем Корутина? Да, он поймет. Если ты Корутина запустил в лайфсайкл-сколпе, то висконтикс на сколп никак не влияет. То есть Корутина, она привязывает, ну, поскольку сколп следит за жизненным циклом, а не диспатчер, то лайфсайкл-сколп просто при вондестрое все свои Корутины, которые в нем были запущены, отменяет. И, соответственно, неважно, на каких диспатчерах они выполняются, на каких потоках они все равно будут отменены. То есть диспатчер, грубо говоря, только тот, кто выполняет работу. Да. Но как долго ее выполнять, он не отвечает. Да. Этот отвечает сколп. Да, да. Окей, спасибо. Ну, итого, опять же, напомню, что если вы создаете свой сколп, вам нужно подумать, когда делать его cancel, да? Ну, например, если вы создаете сколп, который внутри сервиса, то логично, что он может переживать поворот activity, да? То есть в целом это даже такой хороший пользовательский опыт, когда мы, например, начали загружать картинку, там повертели как-то телефон, но картинка не прекратила загружаться, а просто дожидается в сервисе, пока мы наконец, значит, можем ее отрисовать. То есть если у вас там сколп где-то внутри сервиса, то логично cancel у него вызывать тоже внутри, вон-дестроя сервиса. Если сколп создается в activity, там, например, в on-resume, да, то, соответственно, в симметричном вызове в on-pause нужно сделать его cancel. Ну, или, соответственно, просто пользоваться lifecycle сколпом, если такая возможность есть. Вот, глобал сколпом же пользоваться нужно, ну, в реальных случаях примерно никогда. Да, можно помнить, что cancel делать нужно, никуда от этого нас карутин не спасают от вызывания канцела. Они просто делают вот удобнее, что можно не каждую карутину там отменять по отдельности, а отменить сколп целиком. Вот тут еще возникло некоторое недопонимание возможностей с сервисами, да, потому что, ну, binder все как-то написали, как добавить кэширование. Ну, не все разобрались, да, ну, на самом деле все очень просто. Мы все данные можем сложить в этот сервис. И когда у нас просто придет activity с binder, то в binder, да, например, сделать, ну, либо получить instance-сервисы и получить эти данные оттуда, если они есть, ну, либо просто зарегистрировать калбэк. И в таком случае, если данные есть, то калбэк вызвать сразу. То есть получается такое разделение обязанностей, что activity у нас только что-то рисует, а загрузку и хранение данных выполняет сервис. Но тут же, допустим, невозможна ситуация, что если наш сервис убьют, да, то есть, допустим, много используем приложения, сервис убивают, то все наши картинки, они тоже умрут, грубо говоря. Да. Ну, смотри, тут такой нюанс, в том, что мы пока не рассматриваем именно персистентность на диске, да, то есть тут в целом, мы говорим про работу с приложением, когда оно в, ну, пользователь с ним непосредственно взаимодействует. То есть я говорю про то, что не может быть такого, что у нас activity открыто на экране, а сервис убили по нехватке памяти. То есть если система завершила работу с сервисом, значит, пользователь не взаимодействует с этой activity. То есть… Не может быть такого. Да. Такого не может быть. То есть если и отрисовывается activity, то сервисы тоже работают. Ну, если мы явно их не завершили, да, например, там, с топ-сервисом. Да, тут… Это нормально в плане ресурса? Ну, допустим, у нас просто есть activity, но оно никак не использует сервис, но оно его запустило, этот сервис, но никак не использует. Разве не логично его убить, если мы там, не знаю, 30 минут телефон оставили и ушли там куда-то? И сервис работает вместе с activity. Если мы сервис не используем, не логично ли его убить? Или так не работает в андроиде? Ну, нет, так не работает. Если ты сам считаешь, что тебе по какой-то причине сервис не нужен, ты должен вызвать стоп-сервис. Вот, ну или unbinded. Тут есть такой нюанс, да, что в домашке мы для простоты делали и start-сервис, и bind-сервис. Вот, но на самом деле сервис выбивается автоматически, если они не были явно запущены, то есть они были запущены только через bind, без старта. И от них отписали все клиенты. То есть если ты в одном месте где-то делаешь bind-сервис, а потом через какое-то время unbinded-сервис, то такой сервис система за тебя завершит, потому что, ну, к нему нет активных подключений. Да, но у нас же такой микс, у нас, грубо говоря, стоп-сервис мы и не вызовем никогда, мы просто рассчитываем на то, что система когда-то убьет этот сервис, потому что, типа, память, мы жрем батарейку, вот. Ну, мы скорее жрем память, чем батарейку, да. Ну, в целом, да, это, по-моему, даже было где-то на слайде, что, ну, такой подход, он не очень самый хороший, но в целом адекватный. Да, если у нас там именно какой-то кэш, не все там возможные картинки, а кэш там, допустим, на один мегабайт, такое себе вполне можно позволить, там, на несколько мегабайтов. То есть, в целом, то, что он там, ну, мы выйдем из приложения, он там повисит еще минут 10, обычно бэкграунд-сервисы дольше не висят. То это, в целом, ну, нормальный подход. Ну, то есть, не может быть, вот еще раз, если так зарезюмировать, да, то, что во время работы Activity сервис, который она создала, да, он совершился раньше нее. Такого не может быть, только если памяти, да, там не хватило критично. Да, ну, такого не может быть, если мы явно, ну, это руками не сделали, да, там, unbind или stop не вызвали. А вот система уже убьет сервис, когда мы, вот все Activity, которые его используют, выйдут из него, но не будут его использовать, да, и вот когда-то потом он убьет сервис. Ну, да. Окей. Прикольно. Так. Да, ну, собственно, если данные хранятся в сервисе, то они у нас, понятно, что сохранятся при повороте экрана, по-моему, для того, что сервис, значит, чуть-чуть памяти занимает. И при подключении к сервису мы можем сразу оттуда сохраненные данные получить. Поэтому, собственно, с парселлами и со всем остальным, как говорится, особо не нужно. Вот так мы тут вроде с вопросами по сервису разобрались. Собственно, непосредственно к теме лекции. Да, краткий курс веба. Зачем он нам нужен и как вообще с ним общаться. Ну, начнем с того, что большинство опишек, они работают по протоколу HTTP. Ну, иногда S, но вообще протокол HTTP — это протокол прикладного уровня передачи данных, имеющий клиент-серверную архитектуру. Да, это определение с Википедии, оно нам не очень много что говорит. Вот, на самом деле, HTTP — это соглашение по тому, как должны выглядеть байтики, посылаемые друг другу приложениями. Почему нам важно, что именно приложениями? Это означает, что мы там не паримся о том, как там, значит, байтики завернуты в IP-пакеты, не паримся о том, что произойдет, если там какой-то пакетик по дороге потеряемся и так далее. Это все решают протоколы, которые лежат там ниже нас, TCP, IP, Ethernet, мобильные протоколы, связи и так далее. Вот, нам, значит, мы сидим на самом высоком уровне, на уровне приложения, и у нас все, что ниже, оно обычно не парит. Вот, ну, HTTPS отличается от HTTP, если кто не знал, тем, что S — это еще зашифрованный протокол, потому что внезапно HTTP — это текстовый протокол, да, и, то есть, это не какой-то там, не какие-то там сериализованные байтики, это просто тупо текст в определенной кодировке, ну, в ASCII. Да, в HeadRap, по-моему, всегда в ASCII. И body уже зависит от того, что мы туда положили. Вот, и, соответственно, если у нас HTTP без S, то мы просто текстом сыпем там какой-то определенный network socket, и любой, кто видит этот socket, может наш текст прочитать. Вот, понятно, что мы не хотим, чтобы кто-то подсматривал на наши сообщения, и в HTTPS это просто все завернуто шифрованием поверх намазанного, но если расшифровать, получается тот же самый текст. Вот, теперь посмотрим, что, собственно, в HTTP есть. Когда мы посылаем какой-то запрос, у него есть некоторые заголовки, да, они, да, ну, например, заголовок метода и пути, да, тут важно различать, что если мы пишем vk.com, слэш там, что-нибудь, friends или photos, то вот vk.com — это домен, он там резовывается отдельно через DNS, а путь уже, ну, он включен в тело запроса, да, и его, по сути, никто не видит, кроме того домена, к которому мы обратились. Вот, помимо этого в запросе есть некоторые дополнительные заголовки, такие, как, например, host, user agent, accept и так далее. Их очень много разных. Вот, и в ответе точно так же есть код и его заголовки, и, собственно, помимо этого, как у запроса, так, и у ответа может быть тело. Это все текст. Отлично. Какие бывают в HTTP методы? Методы все перечислены в спецификации, бывает get, обычно он применяется для того, чтобы получить что-нибудь с сервера, да, и у него обычно не бывает body, который мы посылаем, а вот у того, что нам вернут, обычно body бывает. Бывает пост, тут все наоборот, мы загружаем что-то на сервер и передаем какое-то тело, а нам в ответ там просто посылает удалось или не удалось. Бывает еще delete, бывает put тоже почти то же самое, что post, только и демпатентный. То есть, если мы делаем два поста, то у нас на сервере должны появиться две штуки чего-нибудь. А если мы делаем два puta абсолютно одинаковых, то появиться должна только одна штука. Вот, также есть патч, который как put, но можно передать часть запроса, и никто нормально его не поддерживает. И бывает также head, который то же самое, что get, только просит не вернуть тело, и его обычно тоже никто нормально не поддерживает. Все отвечают на head точно так же, как на get. Вот, в ответ на наш запрос сервер нам может что-нибудь прислать, и начинается все с кода. Думаю, когда ответы вам также знакомы, что все, что начинается с двойки, это окей, все, что начинается с тройки, это означает, что ресурс запрашиваемый куда-то переехал, все, что начинается с четверки, это условно говоря bad request, то есть какие-то проблемы на нашей стороне, а все, что начинается с пятерки, это какие-то проблемы с сервером, он там не смог выполнить запрос по какой-то своей причине. Ну, или вот так, с точки зрения краткой шпаргалки. Да, хедера. Хедера, внезапно, они не строго делятся на то же, ну, на хедера запроса и на хедера ответа, это просто кит хедера. Да, мы можем написать, user agent, это просто описание браузера, либо там curl, либо mozilla, либо еще что-нибудь. Content type, это, собственно, то, что нам прислали в боди. Скорее всего, вы увидите либо text point, либо application.json. Accept, это content type, но для того, что мы посылаем. Есть всякие authorization хедеры, которые, скорее всего, тоже будет посылать клиент. И есть еще куча странных хедеров про кэши, которые работают непонятно как. Их тоже соблюдают все через одно место. И они могут работать, могут нет. Вот, кроме того, вообще говоря, никто не запрещает добавлять свои хедеры, потому что, ну, опять же, http, повторюсь еще раз, это просто текстик, и мы можем добавить дополнительный текстик в хедер. Ну, например, разные api-шки могут требовать свой кастомный хедер. Вот, дисклеймер. Как всегда, никто не соблюдает спеку на 100%, и в жизни бывают разные странные ситуации, api-шки тоже бывают разные странные. Зачем мы с вами на все это смотрели сейчас? Потому что, как Android-разработчикам, нам чаще всего предстоит общаться с каким-то бэкэндом, с каким-то сервером, который будет выступать в качестве источника данных для нас. То есть, редко можно встретить приложение, которое делает с сетью ничего, ну, там, за исключением какого-нибудь калькулятора или списка контактов, или еще чего-нибудь такого локального в основном. Да, если мы посмотрим на популярные приложения, там, Instagram, Twitter, не знаю, ВК и так далее, все они просто, ну, грубо говоря, получают какие-то данные из сервера и красиво их рисуют, и предоставляют возможность какие-то данные на сервер загрузить. Вот, общаться, скорее всего, вы будете как раз по api-шке. И для api-шек есть документация. Вот вы ее, наверное, уже встречали, пока делали предыдущую домашку. Выглядит она примерно следующим образом. Да, что у нас указывается http-метод вначале, потом указывается либо адрес полный с доменом, либо просто путь внутри домена. Указываются какие-то параметры запроса и необходимые хедера. Например, если мы хотим попросить погоду у api-яндекс-погоды, мы увидим, что нам нужно взять метод get, обратиться по такому-то пути, передать некоторые параметры запроса, которые вставляются в строчку пути после вопросика, и помимо этого передать еще специальный кастомный хедер, xyandex.apk, то есть ключ, который мы там в своем каком-то личном кабинете получили. Вот. Ну, хорошо. Мы вроде разобрались с тем, что, значит, есть веб. Давайте попробуем воспользоваться стандартными джавовыми методами. Вот. И как только мы попытаемся воспользоваться, выясним, что с http-url-коннекшеном все достаточно плохо. Например, потому что автоматически он нас с http на https не редиректит. Да, если мы случайно обратимся к http-ресурсу или там произойдет какой-нибудь редирект, то, значит, все будет плохо. И вместо результата мы получим код 301 redirected. Хотя казалось бы, что нам, ну, как разработчику приложения, хотелось бы, чтобы наш http-клиент автоматически редиректы фолловил. То есть может же быть такое, что там страничка какая-то переехала с одного места на другое и так далее. Кроме этого, чтобы сделать по умолчанию http-url-коннекшен, он выполняет get-запрос. Чтобы сделать какой-то нетривиальный запрос, типа там post или put или delete, оказывается, нужно еще поплясать вокруг него с бубном и что-то странное поделать. Только после этого, ну, можно будет сделать нормальный http-реквест с put. Кроме этого, не очень удобно пихать в него body, не очень удобно пихать в него какие-то другие параметры, и вообще это такая достаточно старая и кривая пишка. Да, и в реальной жизни http-url-коннекшен почти никто не использует, потому что для реальных кейсов сразу вылезает какая-то куча сомнительного кода. Во-вторых, он вообще никак не работает с кэш-контролом, а иногда нам хочется все-таки какое-то кэширование. Он не работает с редиректами по умолчанию или вообще не работает, по-моему, там руками редиректить его нужно. Он не работает с gazip-ом, потому что на самом деле часто такое бывает, что нам возвращают зазипованные данные и нормальные http-клиенты умеют их на лито распаковывать. Ну и, кроме того, нужно ручками его, значит, вертеть. В принципе, опять же, с асинктастиком, кажется, поинт немного устарел, поэтому его надо отсюда удалить. И в реальной жизни все пользуются другими клиентами. Самый распространенный клиент на андроиде — это OKH-ttp. Описан тоже с Quayron. Да, по-моему, сейчас, кстати, если не ошибаюсь, уже есть четвертая версия. Или какая у него последняя? Ну, да, четвертая. В общем, вся разница в том, что в третьей, значит... Третья версия была написана на Java, и все ее радостно использовали. В четвертой версии они просто переписали OKH-ttp на Kotlin. У кого-то случился бугурт, но в основном все начали радоваться, и все, в общем, стало хорошо, поэтому надо, наверное, использовать четвертую версию. Вот. В чем его плюшки, в чем профиты? Ну, во-первых, OKH-ttp имеет свой пул потоков и пул соединений. То есть, мало того, что он переиспользует потоки, он, кажется, умеет переиспользовать сокеты. Вот. Поэтому он работает достаточно быстро и достаточно безболезненно, и умеет выполнять запросы параллельно. Ну, опять же, с Kotlin это уже не так актуально, да, потому что мы можем сами уже запустить несколько Kotlin параллельно. Но в то время, пока Kotlin еще не было, это было очень актуально. Вот. Помимо этого, он автоматически, ну, не совсем автоматически, он умеет в кэширование, если мы его правильно настроим, да, или если сервер нам ответит правильными кэш-контрол-хедерами. Он умеет в тайм-ауты. Опять же, чего мы можем просто указать, какой тайм-аут ждать, и после чего рвать соединения. Он умеет в HTTP 2.0, в отличие от URL-коннекшена, по-моему. Он умеет в Gzip, он умеет в Redirect и Retry-коннекшен, и у него есть нормальная документация. То есть ура-ура, все почти нормально. Вот. Ну, плюс у него есть нормальные билдеры. То есть достаточно создать, во-первых, Oka-ш-тепик клиент, а во-вторых, создать request. Мы берем request builder. Мы можем сразу указать, какой ему метод использовать. В данном случае, например, метод get. Мы можем указать URL. Мы можем сразу добавить нормальным способом хедера, потому что хедера в URL-коннекшене тоже добавляются через одно место. Там же можно добавить body и после этого сделать билд. Как только у нас появится готовый request, мы можем взять клиент и сказать ему new call. Здесь, в этом моменте, важно понимать, что вот этот call — это еще не совершенный вызов. Это просто создан некоторый объект типа call. А настоящий вызов происходит, когда мы вызываем на нем либо enqueue, либо execute. Ну, если вы по какой-то странной причине решили пользоваться встроенной в OKCTP осинхронностью, то вы будете вызывать enqueue. И в данном случае вам потребуется передать некоторый объект, типа callback. Ну, о нем можно думать как о двух лямбдах, да? OnFailure и onResponse. Вот этот enqueue, он автоматически за вас кинет request в background поток OKO. Его выполнит, а onResponse вызовет... Кстати, не помню, на каком треде. По-моему, на своем треде, да? То есть там еще нужно будет на main thread все дело перекинуть. Вот, ну, там будет у нас тип ответа response. Из него можно будет достать body и уже с body сделать все, что нам хочется. Да? Там достать, например, input stream или chart stream и из него прочитать текст. Вот, но... Ага, да. Если по какой-то причине у нас вызвался он destroy, а call все еще выполняется, то на нем нужно вызвать канцер. Но это все немного неактуальная информация, потому что, опять же, у нас есть карутины. И с карутинами достаточно вызвать execute. Это блокирующий вызов, который будет дожидаться выполнения собственного реквеста. Вот, точно так же мы его кидаем либо в dispatcher с IO, либо в default dispatcher, потому что все равно реальный вызов в сеть выполняется на пуле потока FOCUSH-TTP. Вызываем execute, дожидаемся результата и уже знакомыми висконтекст или еще чем-нибудь перекидываем на main thread. И счастливо живем с респонсом. Вот, отлично. Мы получили респонс в виде какого-то текста. Скорее всего, этот текст, если он будет иметь content type application JSON. JSON, если кто не знал, расшифровывается как javascript object notation. Вообще говоря, JSON это самый слабоспецифицированный, самый малофункциональный, самый неоднозначный, самый ужасный и вообще фу-фу-фу. И он при этом самый популярный текстовый формат для передачи данных. Ну, опять же, как выглядит JSON, все, наверное, знают, там фигурные скобочки, кавычечки, двоеточия и так далее. Вот. Нам бы, наверное, хотелось его как-то уметь парсить. Да, что такое парсить? Ну, парсить можно его руками. Можно написать парсер. Мы же были там, да, на лекциях у Гоши умеем писать парсеры. И руками ключи и поля тут доставать. Неудобно, не хочется. Да, мы наверняка знаем, что где-то есть написанный парсер. Написанные парсеры есть. И мы можем пользоваться ими тоже двумя способами. Либо просто там обращаться к JSON как к мапе, например, там JSON get, там такой-то ключ. get по индексу, такой-то элемент массива, get, еще что-нибудь. А можем сделать хитрее. Мы можем натягивать структуру JSON на наши классы. Да, например, можем объявить какой-то дата-класс, в котором будут... Да, тут, кажется, не хватает явных примеров. Мы можем объявить дата-класс с полями, например, user с полями first name и last name. И если в JSON у нас будут поля first name и last name, нам бы хотелось, чтобы этот JSON автоматически трансформировался вот в instance класса user. Для этого есть специальные библиотеки, которые, собственно... Да, все про них говорят как про JSON парсера, но помимо парсинга они еще как раз умеют натягивать распаршенный JSON на наши классы. Одна из самых известных штук для такого называется JSON. JSON это, собственно, есть и JSON парсер, и JSON дата-байнд. JSON дата-байнд это как раз то, что он натягивает, то, что нам выдал парсер на структуру классов. Вот. JSON, он умеет почти все, что вы хотите, и даже больше там переименовывать поля, писать какие-то свои стратегии парсинга. JSON, в общем, это очень большой фреймворк, и исторически он, по-моему, один из самых первых фреймворков, которые, в принципе, появились, и он хорошо прижился на сервер-сайде. То есть всякие спринги, кейтеры, почти любой серверный фреймворк на Java используют Jackson. Да, но на андроиде его использовать не очень любят, потому что он большой. То есть все Jarnic и Jackson это парсер аннотации и дата-байнд, то есть вам нужно подключить сразу три зависимости, чтобы это работало так, как вы хотите. Они, по-моему, весят около полумегабайта или мегабайта. Но даже не в этом проблема. Опять же нужен исторический экскурс, которого нет на этом слайде. Когда-то, значит, до пятой, по-моему, версии андроида, или даже до шестой-седьмой, была такая проблема с DEX-файлами, что они не могли содержать больше 65 тысяч методов. То есть это просто не поддерживало виртуальная машина в андроиде, потому что в андроиде у нас не JVM, а сейчас RT, а тогда был Dalvik. Тогда был Dalvik, он не поддерживал приложение с больше, чем 65 тысяч методов. 65, 500, 36, как нетрудно гадаться точное число. И проблема в том, что когда вы собирали ваше приложение, вы в него затягивали библиотеки, и все методы в библиотеках тоже считались в этом числе. И получалось, что если даже у вас маленькое приложение, но библиотека большая с большим количеством методов, вы могли в это ограничение по количеству методов упереться. А так как Jackson большой, там куча методов, там вообще никто не парился о том, что, значит, может быть такая проблема. Люди, которые использовали Jackson, в этот лимит быстро упирались. И исторически он на андроиде не прижился. Вот, сейчас на самом деле лимита такого уже давно нет, потому что и даже само понятие как Multidext, по-моему, уже ушло в прошлое. Вот, но тем не менее, Jackson по-прежнему никто не используется, потому что, ну, жирный и жирный. Типа зачем? Есть к тому же альтернативы. Какие альтернативы? Ну, часто, если вы загуглите Java, там, parse JSON, вам вылезет в топовой выдаче Google-а такая библиотека, как GSON. Да, это Google-JSON, который, собственно, по-моему, был написан специально для Android, чтобы как раз как быстрый и легковесный парсер. Но пользоваться им не стоит, потому что, по сути, GSON это, во-первых, библиотека с сомнительными дизайн-решениями, а, во-вторых, ну, она просто сейчас unmaintained, да, ей никто не занимается, в ней никто не фиксят баги, в ней почти никто не выпускает новые релизы, и вот сам автор GSON, Джейк Уоргтон, опять же, он, значит, говорит, что пользоваться ей не надо, потому что unmaintained, dead, и, пожалуйста, не используйте GSON, вместо GSON используйте Mosh. Есть, да, по сути, Mosh – это такой GSON версии 3, да, и это уже библиотека, получается, не от Google-а, от Square-а, но писали ее те же люди, которые просто из Google-а перешли работать в Square. Вот, и Mosh – она очень похожа по API на другие сквейровские библиотеки, в том плане, что у нас точно так же есть Builder, мы вызываем Mosh и Builder, добавляем в него какие-то полезные нам штуки, например, Kotlin JSON-адаптер-фактори, чтобы автоматически десериализовывать котлиновские классы, и после того, как мы вызываем Build, мы можем ей пользоваться. Да, тут есть такой важный дизайн-десижн, что мы не просто как, в отличие от того же GSON или Джексона, говорим, парс что-нибудь, а мы сначала создаем адаптер, а потом это парсим, но на практике различий особо нет. То есть в случае с Mosh нам нужно сначала создать адаптер определенного типа. Вот, в данном случае я взял чуть более сложный пример, потому что у нас есть, мы хотим распарсить лист каких-то классов, вот, и опять же, мы знаем, мы помним, что Java теряет генерики, поэтому мы не можем просто так распарсить лист, нам нужно сказать лист чего это. Вот, для таких вещей в 90% библиотек, которые занимаются парсингом JSON, есть кастыли в виде параметрайз-тайпа. Вот, в случае Mosh он создается через types, new параметрайз-тайп, мы указываем класс лист и указываем, значит, тип генерик-аргумент этого листа. Таким образом, в рам-тайме мы получим не просто класс листа, а параметризованный тип, то есть лист параметризованный GitHub-REP нашим классом. И после того, как мы такой адаптер создали, мы уже можем взять response, response, значит, из okhttp взять его body и просто сделать, значит, взять у этого body source и его распарсить в JSON, то есть сказать, респонсориды from JSON. Опять же, небольшая марка, все вот эти библиотеки сквейровские и okhttp, и Mosh, они, так сказать, объединены в одну экосистему, они работают поверх одного input, а есть еще библиотека ok.o, на которой они оба зависят. Вот, она содержит некоторые классы, как buffered sync и buffered source. По сути, это то же самое, что джавовские input stream и output stream, но они просто сделаны немного по-другому с целью работать быстрее. То есть, вот эти все библиотеки сквейровские, они работают не с джавовыми input stream, output stream, а со своими стримами. Вот, и за счет этого достаточно перформансные и могут там парсить данные, не занимаясь принежуточными перекладываниями их из памяти в память. Вот. Ну, альтернатива Mosh, это если по какой-то причине вам не нравится, то у Kotlin тоже есть своя библиотека, которая работает с сериализацией и в частности JSON. Вот. Поскольку она задизайнена другим образом, она умеет работать с Kotlin-специфик фичами, такими как SEW классы, и генериками. Вообще говоря, Kotlin X-стерилизейшн это не только рантайм библиотека, но и специальный компиляторный плагин. Вот. И за счет всей этой штуки, за счет всей этой магии компилятор нам не нужно париться с параметра из-тайпами. Мы можем просто сразу сказать decode from string нужного типа, да. Вот тут у нас вывелся тип лист GitHub Repa, и Kotlin X-стерилизейшн, в отличие от Mosh, умеет понимать, что умеет заглядывать в типизированный, в типовый аргумент листа. Вот. Но downside этого, что сетап становится чуть более сложным, так как процессинг идет в compile-тайме. Вот. И работает оно, возможно, чуть медленнее за счет перекладывания этого дополнительной строчки. То есть если там мы умели читать прямо из сетевого инпута, из input-стрима условного, Mosh, то здесь нам нужно сначала response-buddy сконвертировать в строчку, вот из string, а потом уже сделать decode from string. Вот. Отлично. Итого получаем, что чтобы распарсить что-нибудь из сети, нам нужно взять okh-ttp, его побилдить, сделать request, сделать из request-a call, вызвать у call-a execute, потом получить response, потом получить response-buddy, взять из него там string или source или еще что-нибудь и запихнуть это в Mosh. Это все, конечно, удобнее, чем брать HTTP URL connection, руками его создавать, делать open connection, парсить ответ руками и так далее. Но все еще много кода. Вот. Логично это все как-то дело объединить. Вот. Чтобы это дело объединить, есть такая штука как retrofit. Retrofit. Retrofit это некоторое количество, еще более, большое. Короче, некоторое количество магии, связанное с рефлексией и проксией. Это вообще работа. Чтобы им воспользоваться, вам нужно описать свою API, описать ее в виде интерфейса. То есть, допустим, мы хотим получать список репозиториев пользователя из GitHub, из API GitHub. Для того, чтобы это сделать, нам нужно объединить свой интерфейс. Например, GitHub-сервис. Вот он там, сверху. После этого нам нужно перечислить методы, которыми мы будем пользоваться. На каждый метод, получается, нужно создать в этом интерфейсе функцию. То есть, мы пишем fun list repos. Чтобы понять, как этот лист репос соответствует тому сетевому запросу, который мы будем выполнять в реальности, есть некоторое количество аннотаций. На сам метод fun list repos можно повесить аннотацию с HCP методом. Да, проаннотировать этот fun list repos с аннотацией собака get. Да, это аннотация из retrofit. Вот, в аргументах аннотации, понятно, мы можем указать относительный путь, от которого, ну, по какому пути эта функция будет ходить. Да, users slash user slash repos. Вот, user, обратите внимание, в данном случае в фигурных скобочках это означает, что переменная. Да, потому что, ну, опишка GitHub выглядит так, что у нас есть имя пользователя, и user slash это имя slash repos будет возвращать его репозитории. Да, имя это тот параметр, который мы хотим указать. Чтобы указать имя как параметр, нам нужно добавить параметр в функцию. То есть, мы берем наш fun list repos, и у него будет параметр user. Да, вот он здесь, user string. То есть, у обычной котленовской функции есть параметр user. Как нам связать параметр функции и параметр запроса, который мы указали в строчке в get. Для этого есть аннотация path. То есть, когда мы будем выполнять запрос, мы возьмем тот параметр, который был параметирован path user, и поставим его в адрес запроса, ну, в то место, где был юзер в фигурных скобочках. Помимо этого, в функции list repos можно также указывать другие параметры. Например, параметры запроса. Они указываются через query. Параметры запроса — это те, которые в URL после вопросительного знака. Да, помните, вот, user slash repos вопросик. И там могут быть разные параметры, которые соединяются амперсандиком. Например, мы хотим указывать type. Не помню, что делать. Type в GitHub сервисе, но пусть будет какой-нибудь type. Вот, кроме path и query, там еще, по-моему, можно указывать body. И хедера, по-моему. Или хедера нельзя. Вот, я не помню. Но body точно можно. Например, можем сделать, помимо get метода, post метод, чтобы там добавить что-нибудь. И можем указать post, то-то, то-то, с таким-то путем, с таким-то body. И все это просто вызвать, как обычную кодленовскую функцию. Вот. Чтобы это все дело нормально работало, нам нужно вернуть call. Да, из ок.http. То есть, у list repos будет специальный return type. Это будет call от тех данных, которые мы хотим получить. Вот. Как все это заставить работать? Очевидно, нужно взять retrofit builder и ему указать какие-то параметры. Ну, обязательным параметром, понятно, будет являться base URL, от которого будет откладываться относительный путь. То есть, мы берем в данном случае api.github.com. И вот в этот, после api.github.com будет подставляться тот путь, который мы указали здесь в аннотации get. То есть, полный запрос будет api.github.com users, какой-то user repos. Помимо этого, ну, вообще говоря, нам не обязательно возвращать какие-то данные, которые мы хотим парсить сразу. Мы можем просто вернуть call. Но, понятно, что мы хотим, скорее всего, сразу распарсить JSON, поэтому в retrofit мы еще закинем дополнительный конвертер-факторе, ну, например, с Mosh. Вот. За счет этого, за счет этой строчки, мы сможем вернуть сразу call от листа репозитория. Без этого, ну, мы просто не будем знать, как его парсить. После этого мы делаем build. И чтобы получить instance нашего интерфейса, нужно сделать некоторую черную магию, а именно вот сказать retrofit create github-сервис класс java. Тут будет черная магия в виде java.line.reflect.proxy, но для нас важно то, что мы получим какой-то экземпляр, который будет иметь тип нашего интерфейса, и при вызове которых будет, значит, случаться, собственно, вызов. Ну, вообще говоря, вызов не будет случаться, потому что, да, мы помним, что вот здесь у нас мы возвращаем call, а реальный вызов, он выполняется только когда мы, значит, на этом call'е сделаем либо enqueue, либо execute. Но в целом мы тоже как бы себе все равно сэкономили дофига написанного кода, и, как бы, респонс у нас будет типизирован, что тоже неплохо. Собственно, профиты следующие. Мы не пишем JSON parse руками, мы не пишем URL open connection connect руками. У нас появляются типы безопасные параметры запроса, такие как query path. То есть, да, если мы указали, что path — это у нас обязательно число, например, ID-шник юзера, мы, понятно, туда не сможем передать строку какой-нибудь абракадавра и все сломать. Вот, то есть еще дополнительное type safety получается. Вот, на самом деле необязательно возвращать именно call, мы можем вернуть что-то более веселое, там написать свой конвертер. И у нас также легко и добавляются авторизации кэширования. Вот, но, опять же, нужно все еще следить за контекстом. Так, тут, наверное, стоило переместить слайды. Ну, ладно. Помимо этого, Retrofit еще умеет дружить с карутинами. И там все получается совсем весело и просто, потому что, если мы добавим к нашему интерфейсу GitHub Service модификатор suspend перед названием функции, то все начнет работать из коробки. Более того, мы можем из результирующего типа выкинуть call. То есть мы видим, что у нас появляется интерфейс GitHub Service. У него есть suspend fun list repos, который нам просто возвращает список репозиториев. Вот, при этом, как только мы ее вызовем, у нас будет все вообще работать из коробки. То есть Retrofit за нас сделает vizcontext dispatcher.io. За нас сходит в сеть, и за нас все распарсит и вернет список репозиториев. То есть для нас это будет выглядеть, как будто мы там просто сделали какой-то простой вызов и сразу получили список. Просто прямо из памяти. А вся там, вся подноготная, то, что мы ходили в сеть и так далее, это все заметено. Вот, и того все становится вообще очень просто и прекрасно. Да, тут еще стоит сделать важное замечание, что и в Moshi, и в Retrofit, и в Retrofit мы делали некоторые подготовительные вещи, такие как, например, Retrofit Builder Build, Moshi Builder Build. Мы создавали наш сервис, вот там через Retrofit Create. И вообще говоря, это не самые быстрые операции. То есть они, конечно, не супер медленные, но зачем их делать несколько раз, если можно не делать? Да, логично, что нам не нужно создавать сервис каждый раз заново, потому что нам достаточно его один раз создать, и после этого, ну, в разных случаях его вызывать, когда нам он нужен. Возникает вопрос, куда его складывать? Да, казалось бы, его можно сложить в Activity, но тогда все равно не очень удобно, он будет пересоздаваться каждый раз при повороте. Вот. Его можно сделать каким-то топ-левелом, но это все равно не очень красиво. Вот. На самом деле ответ на этот вопрос есть, и внезапно в Android существует класс Application. То есть мы можем сказать, что у нас есть какой-то класс MyApp, который extends Application, задеговорировать его в манифесте, и у него тоже будет OnCreate, который будет вызываться самым первым. То есть как только пользователь создает, собственно, ваше приложение, запускает его, первым будет вызываться OnCreate у вот этого класса. Да, какие нам с этого профиты? Ну, профит есть следующий, что вообще говоря, Application тоже является инстансом Android OS контекста. Получается, что в нем мы можем делать всякие контексты, зависимые штуки, в отличие от, например, обычных топ-левел функций. Поэтому в него мы можем складывать все, что нужно, и при этом сложить его самому в какую-нибудь статичную переменную, потому что так делать можно. Так делать можно, потому что Application создается вместе со знанием процесса и умирает вместе с утратой процесса. То есть никаких утечек памяти не может быть, потому что если у вас заканчивается Application, у вас убивается сам процесс в операционной системе, и вся память очищается. Как этим всем пользоваться? Ну, очень просто. У Application, как я уже сказал, есть OnCreate. Мы его просто override-им и дальше делаем хитрую штуку. Мы можем у нашего MyApp объявить Companion Object. Companion Object, как мы знаем, это некий аналог статика из Java, который доступен отовсюду, без инстанса непосредственно класса. И в Companion Object мы можем просто объявить наш инстанс. То есть в OnCreate мы делаем instance равно this, а в Companion Object потом мы сможем обращаться к нему просто через MyApp, точка instance, точка что-нибудь. Соответственно, в MyApp у вас может быть уже созданное поле типа там Retrofit или уже созданное поле типа GitHub сервис, которое вы в OnCreate один раз проинициализировали, и дальше оно доступно из всего приложения. Тоже очень удобная, полезная штука. Так, про это не поговорили. Вот. Последняя вещь на сегодня — это, собственно, Пикассо. Его уже, опять же, кто-то упоминал, кто-то находил. Что это такое? Пикассо — это штука, которая решает проблемы с картинками. Какие могут быть вообще проблемы с картинками? Ну, например, загрузка из разных источников. Под разными источниками я имею в виду, например, сеть, диск или память. Да, мы в домашке делали некоторое подобие кэширования. То есть это было одноуровневое кэширование, да. Загрузи картинку из сети, сохрани ее в хешмапе в память. Если там ее в хешмапе... Ну, загруз... Точнее, отображение выглядит наоборот, да. Посмотри картинку по U.R.U. в хешмапе. Если его нет, сходи в сеть и положи ее в хешмап. Вот. Понятное дело, что писать это руками не очень приятно и не очень удобно. Хотелось бы, чтобы это была кэнтельба, которая за нас делала. Вот она, собственно, и из Пикассо. Помимо этого, да, нам может хотеться делать кэширование не только в память, но и на диск. Потому что память, ну, у нас все-таки такая, может быть, ограниченная. Особенно, опять же, на бюджетных девайсах. Вот неразумно ее всю забивать кэшом картинок. Мы можем сказать, что у нас там кэш картинок в памяти это 2 мегабайта, а на диске 20 мегабайт. И, ну, все будет прекрасно работать. То есть у нас получается двухуровневый кэш, если в хэшмапе в памяти нет, мы идем на диск, проверяем там. Если на диске нет, идем в сеть, загружаем, кладем на диск, кладем в память и так далее. Вот. Ну и помимо кэширования и загрузки из разных источников из диска и памяти, мы хотим, наверное, еще делать нормальную отмену загрузки. Особенно в колумбите RecyclerView. Все это позволяет нам делать Пикассо. Причем оно делает все это автоматически за нас. Нам достаточно сказать Пикассо GET. Это вернет нам глобальный инстанц Пикассо. Сказать, вот, такой-то URL into такой-то ImageView. Да, и это автоматически, значит, во-первых, сходит по этому URL, если картинки нет в кэше, и сохранить ее кэш. А если картинка по такому URL есть в кэше, ее просто достанет. Во-вторых, если в этот ImageView уже что-то загружается, то это отменит нам предыдущую загрузку. Да, то есть, может такое быть, что у нас RecyclerView как-то быстро-быстро мотается. Мы на каждую промотку RecyclerView делаем загрузку картинки, но она там не успевает загрузиться до того, как вот конкретная вьюха она уже ушла в Recycling. То есть ушла с экрана, и нам нужно загружать в него новое. Вот такая штука, она автоматически отменит загрузку в этот ImageView. Вот, но если в этот ImageView не поступит других инта, то оно все еще будет течь, если не отменить загрузки вон-дестрой. Вот, бонусом, ну, мы можем также делать некоторые трансформации базовые, например, не size, center crop. Можем написать свои трансформации. И можем также ставить placeholder, да, то есть пока картиночка не загрузилась, можем там добавить какой-нибудь placeholder ну, например, просто с дефолтным юзером, да, как делают часто серый силуэт. Либо там с какой-то ошибкой, если произошла ошибка сети. Вот, чтобы следить за life-cycle, на самом деле достаточно все это дело снабжать тегами. Да, теги могут быть любыми объектами, там, например, class-токенами. У меня опять еще плюс-свайд. Вот, да, то есть в, если у нас, например, это image view имеет жизненный scope activity, то мы можем все загрузки в image view пометить тегами main activity class jow. А в on-destroy этой activity просто сделать cancel tag, и по нему все отменится. Вот такая полезная штука. Кроме Picasso есть еще Glide. Вот, в целом есть очень большой срач в сообществе на тему того, что использовать. Кто-то не любит Picasso, потому что он там не очень, не очень настраиваемый. Вот, но лично мне, наоборот, не нравится Glide, потому что там, наоборот, слишком много всего. Он какой-то вербозный, там нужно писать кучу кода, чтобы он просто заработал и так далее. Ну, опять же, там можете уже сами посмотреть и выбрать, что вам из этого надо. Вот, домашнее задание. Примерно все то же самое, только сложнее. То есть возьмем fake API. Есть вот такая штука, как json-place-loader от ipcode.com. Что он делает? У меня же страница сейчас, да? Да. Что он делает? Это такой API, который позволяет обращаться по юглам и, ну, например, господи, он нам будет что-нибудь возвращать, да? На постс 1, на постс 2. Это просто какая-то, ну, фейковые данные, с вами, да? Латинская рыба. Но кроме гетов, он позволяет еще делать пост-запросы и delete запросы, да? И даже пачку поддерживает и delete. Ну, в общем, он будет делать вид, что эти данные были удалены, хотя на самом деле они, конечно, не удалились, да? То есть это такой имитатор работы с вашим реальным API, реальным бэкэндом. Что нужно будет заимплементить? Нужно будет заимплементить методы get-списка, то есть показать список постов, заимплементить метод пост-записи и заимплементить метод delete-записи. Нельзя пользоваться HTTP и URL-коннекшеном, нельзя парсить JSON руками, в том числе JSON-object и get-key это тоже руками. И выглядит, да, должно примерно следующим образом, то есть мы опять верстаем список с кнопками и с текстом. У нас должна быть обязательная крутилка прогресса. Вот, у нас должны быть, да, как я уже сказал, список, должна быть кнопка удаления, должна быть кнопка добавления. Вот видите, тут внизу плюсик, не обязательно делать ее floating action button, можно, значит, сделать ее где-нибудь сверху или где-нибудь снизу или где-нибудь сбоку, в общем, как ваша душа пожелает. Вот, после нажатия на кнопку должен показываться ответ сервера. Ну, хотя бы с кодом, лучше полный ответ, да, что вам сервер ответил, действительно ли он принял ваш пост или длить запрос. Опять же, можете показывать, как хотите, либо тост, либо сникбар, либо alert диалог, что хочется. Да, понятно, что приложение должно как-то работать при плохом или отключенном интернете, не падать, там не должно быть глобалсколпа, список не должен перезагружаться, бла-бла-бла, все из предыдущих домашек, домашек тоже apply. Вот, ну, проверять я буду это все в том числе при плохом интернете на gprs пурсигнале. Вот, и на этом вроде все. Бонуса не будет, да? Бонуса не будет. А вот, то есть, вопрос, вот касательно пост, там, не знаю, delete, это мы как бы, хоть смысла в этом нету, потому что мы не меняем данные, мы просто, типа, делаем имитацию того, что вот мы что-то такое сделали, да? Да, тут можно к плюсику добавить, да, например, еще поле для ввода, чтобы пользователь что-то напечатал и отправил, как будто он, не знаю, пост в ВКонтакте пишет или Twitter. Либо сообщение, да, какому-то пользователю. Да, потому что тут вот как раз он, собственно, да, у него есть body. А вот касательно прогресс-бара, вот там же, ну, как бы, понятно, что, наверное, мы не сможем, ну, то есть, просто надо, чтобы быть, не обязательно там, как бы, касательно по времени, чтобы он, типа, идеально там совпадал, как-то. Не знаю. Ну, то есть, например, если он будет бесконечно крутиться или нам важно, чтобы, знаете, именно 100% типа и отправили? Не, не нужно показывать там 50%, 100%, нужно просто показывать индикатор загрузки. Вот, то есть, пока оно там не загрузилось. А вот обычно такую штуку как вот делают? Ну, вот там 100%, там 50%, они как-то смотрят на состояние, типа? Ну, для сети, на самом деле, это почти нереально и так мало кто делает. В основном, ну, это все делается кастомно через какой-нибудь репорт прогресс. Там руками пишется сетевой запрос и обычно у, ну, в случае заскачивания файлов, ответ, он выглядит примерно так. то есть, у тебя http ответ, там в заголовке есть и content type и content length. Вот, content length в байтах это сколько у тебя, ну, длина body, грубо говоря, да, и ты берешь вот этот content length и просто потом в цикле учитываешь body и там каждый, там, тысячу байт body и делишь его на content length и репортишь это как прогресс. Ну, примерно так это делается. Можно пару вопросов не касательно этой темы, а просто первое, будут ли бить, например, за findview by id вместо биндинга в последнем дзе? Ну, наверное, будут, да, мы же так договорились. Все, Почему бы не использовать биндинги? Вот, для lab по албусам если использовать либо джао, либо котлин, чтобы быстрее? Ну, поскольку и то, и то выполняется на GVM и я считаю, что разницы принципиально нет, если ты там не попадешь в ловушку примитивных типов, ну, там, не создашь лист интов, да, потому что понятно, что они у тебя забоксятся, будет медленно. Просто, ну, в котлине за счет того, что эта разница заменена под ковер, чуть-чуть легче на этом попасться, да, или там на лобуинд это тоже будет коробка, коробки работают медленно. Вот, но если там пользоваться там интеррейм условным, я не считаю, что будет какая-то принципиальная разница по скорости, потому что ну, ее практически нет. Там ну, чеки нормально оптимизируют уже. Там вроде время компиляции не учитывается, то есть именно сколько программа работает, так что типа и приток уже один тоже байт код будет. Ну, да, да. ну, короче, я в любом случае рекомендую использовать плюсы, это я понимаю, да, иногда мне просто больно. Ну, насколько я помню, в почти всех домашках по лгосам нормально накручено времени на джаву, то есть там вполне можно на джаве сдать. Не, ну, иногда вот на дисклетке приходится на плюсах писать. Ну, там просто без них, потому что вообще никак. А мне как-то душевно больше джавы. Ну, плюс год. А ты из какой группы? 35-го. А, там 38-39, там только на плюсах, я так скажу. Ну, да. Ну, я так, для романтики. Ну, я, по-моему, я, по-моему, с третьего курса начал на котлине сдавать, и ничего нормально было. А вот я хотел еще задать вот там вопросы, 4-е, 5-е, вот, ДЗ, можно тогда? Вот сейчас, раз уже у других ребят вопросов нет, потому что было. Хорошо. Я тогда тогда приступлю. Я вот хотел спросить вот касательно вот вопросов. Спасибо за субтитры DimaTorzok. Продолжение следует...